здорово народ запустили серию серега я разговоров ни о чем где мы будем сидеть разговаривать что-то там обсуждать размышлять делать какие-то соответствующие выводы и первый наш выпуск этом будет выпуск посвященный краш-тест нашего доспеха вот так значит суть какая серега ответил на комментарии это видео получилось не полностью потому что есть некоторые личности в нашем клубе которые как обычно испортили все то есть если вы видите на краш-тесте когда и многие жалуются когда идет гулдеж на заднем фоне то есть все что-то там перебивают что-то рассказывает здесь произошло типа то же самое значит суть какая когда мы снимали видео но по поводу некоторых комментариев люди начали приходить задавать какие-то вопросы лезть в кадр и но это вы эти моменты прикольные вы увидите в ролике самом значит и суть какая отняли очень много времени так как у меня материал уже копился на камере и не хватило мне места и в итоге видео обрывается прекращается но суть какова значит серёга в принципе раскрыл все более-менее ключевые моменты ну судить вам правда это не правда так это или не так как бы что хочу сказать не буду занимать долго времени значит будем что-то обсуждать вообще что творится в мире что творится у нас в реконструкции что везде вообще творится серёга решил запустить ну как говорится давай будем обсуждать рассказывать что-то там тоже свои доводы приводить какие-то может быть кому-то будет интересно значит суть какая какая суть на никакой сути нету значит смотрите ролик ролик будет еще раз повторюсь не до конца будет закосяченный но я там внизу подписал первый блинком а вот что получится то получится получится он вроде это в размере часа может чуть час небольшим может чуть меньше не знаю как это сейчас монтирую вот и суть какая смотрите делайте выводы если что пишите будем что-то думать придумывать обсуждать размышлять все остальное прочее с вами мы увидимся в следующих выпусках ну что ж приступаем к первому выпуску нашей телепередачи бабушкины сказки вернее дедушкины сказки глаголить будет наш старый человек не очень молодой бородатый из прошлого это не про меня ты еще сынок нет у нучок еще замолчи не перебивай он много сказал но ничего не сказал как депутат ладно сегодня значит тема такая для разговора будет у нас нам очень часто присылают на youtube нам вернее на мой youtube канал присылает особенно много таких каверзных вопросов подмашек так скажем не буду выражаться вот в нашу сторону по поводу доспеха в избе который мы тестировали и значит ну там обсирают нас конечно там многим что такое что не нравится я сейчас вот немножко для себя кое-какие вопросы подготовил и хочу их конечно задать нашему воеводе чтобы он дал немного небольшие комментарии так скромно не в избе до участнику двух мировых войн и трех пограничных конфликтов дважды герою куликовской битвы и нет ледового побоище и невской битвы какой дважды на три дважды я забыл трижды да извините все межды и межды 7 жда и то 17 раз короче я по забивай себе голову моими заслугами те все равно до них далеко да встречайте воевода храм и первый мой вопрос тебе такой значит пишет нам арашид м2 написал он мне год назад пишет он значит такой мужик дважды что ли наверно наверно может может и трижды значит результат был еще лучше если бы одели на мешок с песком ориентировочно весом крупного человека дерево помогало холодному и метающему оружию чешу он этим хотел сказать дерево помогало холодному метающему оружию наверное то что она наверно жесткая ладно давай наш еще с такая маленькая предыстория как бы начнем с того что это был мой первый выпуск это такие старые добрые времена когда еще был рукожопой в плане съемки да я сейчас не не лучше в принципе по съемкам вот ну я минимизирую все и обхожу все это стороной в плане того что некогда мне накладывать эти спецэффекты сам себе режиссер сам себе монтер и дублеры и все я актива короче просто был были на фестиваль на своем произвели там краш-тест для того чтобы понять примерно сориентироваться увидеть как это что чтобы была картина известна ну как бы более менее нам ну и многим другим и вот после того как я выложил этот ролик понеслась череда сообщений интересных и не очень и вот как бы серёга говорит ну а давай мы типа ответочку дадим ну вот даем ответочку тип в плане того что сейчас будем разбирать кое-какие каверзные комментарии уже значит по этому поводу серёга это расскажет вот по поводу результата мешок с песком что ты хочешь сказать что с мешком песком не знаю кто такой серёга храм храм дедушка храм да ну чё вот он он принципе есть мешок в принципе я есть мешок немножко подсыпается уже вот и по возрасту и по сроку службы но дело не в этом значит мешок с песком смысл как бы вот этого комментария он конечно с одной стороны как бы интересен вроде кажется но просто человек недопонимает что такой боец который стоит на ногах допустим вот я во мне грубо говоря там ну возьмем так скромно 100 100 килограмм я вешу это без доспеха живого да это без доспеха ну наш доспех приблизительно вот комплекс как бы вот вооружение который на нас тот же лабиллярный доспех который мы тестировали и плюс все остальное на бойце это еще плюс ну 30 килограмм там 25 это минимум потому что со всеми делами ну вот ну пусть даже 120 вам не будет общий вес представьте что такое 120 мешок такой не подвесишь под 120 килограмм то есть как бы подразумевается то что если не сказал бы веревку потолще надо но тут смысл-то в чем он как бы подразумевает то что как бы дерево выступает жестким каркасом элемент таким а также так которой до которая лежит доспех и как бы все это вместе создает очень такую жесткую основу и соответственно если чем более жесткой основу тем лучше втыкается естественно да ну ты где еще раз говорю 120 килограмм это очень жесткая основа живого человека это раз во вторых не надо забывать что там все-таки было под дерево подложено кусок свинины, как бы кусок бойца, тут весь смысл был проверить, что будет с куском бойца после того, как подоспеху врежут. Он слишком много жрал. Ну да, вот. То есть, собственно, как бы общий вес бойца нормального. Там даже, ну, я, конечно, очень тяжелый боец, если у нас полегче. Вот борода, например, у нас будет полегче бойцом. Ну, все равно, он все равно меньше 70 весить не будет. В любом случае, 70 килограмм, даже если просто мешок подвесить грубо говоря, с весом 70 килограмм, как бы ударом копья, его там сбить очень тяжело. То есть, как бы, если в него просто кинуть, копье сначала его пробьет. То есть, начинать проникновение как бы в тот же мешок с песком, прежде чем его начнет откидывать. Это если стукнуть бревном в мешок песком, тогда да, ты его сдвинешь с места. А если его пырнуть мечом или рубануть, там ничего не сдвинешь. Нам идет сначала рассечение. То есть, смысла в этого нету никакого. Потому что мы исходили из принципа живого бойца. Но, еще раз говорю, в среднем он будет 70-80 рей и так далее весить. То есть, хорошо доспешено то, что мы пытались этот именно доспех протестировать. Так что, не очень претензии. Следующий давай, что там еще? Значит, следующий пассажир, это Андрей Романов. Три. Три? Недели назад. А. Не три раза. Я понял. Значит, пишет он следующее. Сало дачи не даст и не пикнет от боли. Вешали бы, я не знаю, может быть, это опечатка, но он написал ушу. Может быть... Тушу, наверное. Может быть, тушу, может быть, мастера ушу. Ага. Боевых искусств, не знаю. Может быть, он как кобра бы там, фью, извивался бы и по нему точно бы не попали. Ну ладно, вешали бы, наверное, тушу с костями, чтобы хотя бы видеть внутренние повреждения после ударов. Нет, есть такие передачи, например, как между молотом и наковальней. Ты знаю, я смотрел на американские. Вот у них такие манекены, да, манекены есть с прозрачными органами. Да, ну, прямо скажем, эти манекены стоят очень-очень много, сотен, наверное, даже тысяч в долларах, насколько я понимаю, там даже не десятки долларов там. Анатомически? Ну, в любом случае, да, это десятки тысяч. Там пару-тройку тысяч долларов, это стопудлов такие манекены, потому что там все используется по технологиям. Все это мы смотрели, мы проще поступали, потому что структура свиного мяса, как это всем известно, ну, если кому неизвестно, я сообщаю, она очень близко по структуре, да. Единственное, что, конечно, у кабанятины, у свинятины кожа, конечно, не как у человека, намного толще, но в том-то и смысл был, что как бы мы с допущением более жестких условий. То есть, если уж на свиной туши будут какие-то либо повреждения, то уж на человеке и подавно. Для этого, собственно, не надо быть там семипядей во лбу, потому что если от удара, допустим, там буздегана там проминается на свиная кожу, под ней мясо разбивается и ломается кость, как вот, например, от удара Брайдекса было, то, соответственно, понятно, что человек там будет все гораздо намного хуже. Это раз. Во-вторых, там, ну, хочется сказать, что такое не пикнить, не до сдачи что-то. Весь смысл был протестировать как бы острое холодное оружие. На проникновение, в основном. Да, на проникновение. То есть, это фактически там, грубо говоря, там, допустим, если меч там все-таки отскочил и не нанес никакого вреда, как неудивительно по доспеху. Собственно, то, допустим, тот же клевец, которым мы ударили, да, он не пробил, допустим, доспех, как бы, ну, как в кино, не пронзил его насквозь. Но весь смысл, то, что он выбил четыре пластины, которые, собственно, оголили кусок тела, но еще под этим четырям пластин он разбил кожу и разбил мясо. То есть, фактически, к лицам человеку в грудь ударить, это может слабо рёбра там, ну, а там уже как повезёт. Что-то может в лёгкое воткнуться, что-то может не воткнуться, а что-то может попасть в удар, там, допустим, в сердце. Это как человек устал, а то может и сердечко становится. Вот. Или в любую другую часть тела, соответственно. А уж про незащищённую я не говорю. То есть, весь смысл был протестировать именно острое холодное оружие на доспехе. Поэтому засовывать туда кого-то, я так и не понял, что это за ушу, кто-то должен был быть. Ну, тушь, тушь. Ну, а по поводу того, что сдачи не даёт, да, я согласен, тушь не даёт. Но весь юмор заключается. Как его там зовут-то? Андрей Романов. Андрей Романов. Собственно, мы-то практики. Это мы острое холодное проверяли оружие, как бы, вот в таком режиме, а тупое-то мы в другом совершенно режиме променяем, там, допустим, там... Ну, в бугорках, да? Да, возьмём битву тысячи мечей, не так давно состоявшуюся в городе Москве. Ну, вот. Там было 800 с лишним бойцов, там 870, насколько я помню. До тысячи не дотянули, да. Ну, когда это 800 с лишним человек делится пополам, это по четыре, скажем, стороны. Это... Не надо забывать, что, конечно, фильмы, книги, там, единички с большими цифрами, да, всё это, там, видится масштабно, там, «Властелин колец» и так далее, там, вот. Всё это, как бы, играет на ту коляску, что у человека свой образ, то есть, как это должно выглядеть, как эта битва должна быть, да. Ну, когда ты сражаешься с одной стороны где 400 бойцов и на другой 400, это всё выглядит совершенно по-другому, абсолютно вообще. Поэтому в фильме никакого общего, как бы, с реальностью, ну, внутреннего присутствия не имеет. Когда ты внутри этого, у тебя обзор ограничен двумя, ну, максимум тремя метрами, а то и того меньше. И когда ты в этом строю колбасишься, то там так прилетает тебе. Да, прилетает, да. Да, да, сдают сдачи так, там... Откуда не ждали. Бьют от души, прямо скажем. Поэтому там, как бы, у нас была возможность протестировать любое оружие, в том числе доспех, там, там, и пилы, и пикали, и сдачи давали. Поэтому, как бы, у нас была разная задача. Вот так я отвечу. Ладно, переходим к следующему. Значит, пишет юзер обычный. Юзер. Юзер. Он бывает. Ну, он юзает постоянно. Бывает необычный, конечно. Пишет следующее. Чувствуется главный недостаток реконских бугурцменов, так он назвал. Ну, бугурцмены. Рубить надо так, чтобы с целью соприкасался конец меча, а не всей длиной оружия. Да и с остальным рубящим оружием пользуются без понимания того, как им работать по ламеллярному доспеху. Работают, как будто бьют по керасе. То есть человек вот конкретно упрекает в том, что неправильно ты бьешь. Не всей плоскости надо бить, а кончиком. Понимаешь? И вот он пишет. И с остальным рубящим оружием пользуются без понимания того. Ты пользуешься без понимания вообще того. Как им работать? На тот момент я всего лишь 18 лет в реконструкции луплю нахрен мечами и всеми остальными, топорами и так далее. Поэтому, естественно, за 18 лет откуда у меня какое-то понимание возьмется? Да иди ты отсюда. Да иди ты в п***ю. Идите вы в п***ю работать все туда. Че ты с ним? Не видишь, что камера сымай? Все, замолкай, выходи. Не мешайте. Иди отсюда. Я думал, коронавирус уже подействовал. Ты думал, мангать, запись идет. Я тебе п***ю специально вставлю. Вот тебя. Вот бугуртсмен пришел, заметили? Тихо, тихо. Да, смысл какой? Вот, начинаем с этого. Ну да, я говорю, 18 лет на тот момент, когда мы досмех испытывали, я в реконструкции, в общем-то, как бы с первого дня. Еще раз говорю, повторяю для зрителей. Мы практики, мы практики. Мы не теоретики на диванчике. Я не знаю, что там он имел в виду. Ну, может, подожди, подожди. Ну, может быть, этот юзер обычный, он тоже где-то участвует. Ну, может быть, нет, но увидишь. И говорит со своей позицией того, что мы, ну, мы лохи, понимаешь, лохи мы еще в этом деле. Как бы, ну, он вот, понимаешь, он вот, он всю жизнь бьет. Ты понимаешь, как бы, вот, ну, я в глубокой сейчас задумчивости от этого комментария. Потому что, как бы, вот, чем отличается удар по ламеллярному доспеху, допустим, топором от удара по керасе, я вообще, в принципе, не могу понять. Вообще. То есть, что, как это должно быть? Что, это через ногу, через плечо, что-то, какой-то определенный удар? То есть, собственно, топор, допустим, да, он как бы бьет и бьет. В общем-то, и как бы, и меч он бьет и бьет. Нет, ну, наверное, может быть, сила не то, что удара, да, ну, как бы, она играет роль, но, наверное, все-таки, вот, именно форма цельно выколоченной, да, керасы, и все-таки сегментированной, соединенной играет роль как-то, да? Может быть, вот почему, потому что сегментированную ты бьешь, она как-никак, она все равно играет. И распределение удара проходит по телу, наверное, и остается больше синяков, чем, например, кераси. Если внимательно посмотреть еще раз видео, да, то, допустим, я бьет мечом конкретно, да, то я бил, я бил с протяжкой, как и положено, собственно, острым мороженым. Для того, чтобы человека убить, надо два, тут момента, да, а доспешный человек убивает двумя способами. Либо ему ударяют так сильно, что у него что-то под доспехом ломается, собственно, но доспех выдерживает. То есть, либо можно измудриться, там, и просечь доспех, пробить его. Это весь и смысл был посмотреть. Пробивает доспех, это как кино, там, хать, и все, и там, да, человека убили, там, кейли его, и он насквозь проткнулся, на. Бывает, это, ну, еще раз говорю, это кино, это кино. Геракл просто... Как бы смысл есть того, чтобы было показать, что чего бы там ни писали, чего бы там ни рассказывали, там, что бы там ни изображали, там, то, грубо говоря, мечом на 10-й век, который весит 1,2 грамм, то есть килограмм 200, его с размаху человека в доспехе убить, вот, отрубить ему что-то вот в доспехе, практически невозможно, потому что я бил и так, и бил с протяжкой. Да и, блядь, иди ты в пи***ю, ну вот опять в кадр залез, да что ты, блядь, такой за человек, блядь, блядь. Вот я тебе говорю... Зашел, сел, спокойно, сиди. Вот, блядь, это сюда залез. Вот зачем, блядь, твоя рука здесь в кадре, вот, блядь, она нужна. Я читаю, Серега, комментарий, ты лезешь, дай поглядеть, а я что, буду, блядь, стол глядеть? Мне что, блядь, это все на YouTube выкладывать, чтобы, блядь, тебя ху*****ть, а? Это будет ох*****но, но там будет пи-и-и сплошное, блядь, пи-и-и, не мешайте, дайте снять ху*****ть видео. Ну вот, значит, юзер простой, блядь, обыкновенный, да. Да, мальчик. Я не знаю, может быть он, конечно, великий специалист, ну, 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 как бы вот, ну, я вот на специалист настолько насколько, вот я, еще раз говорю, к тому моменту я 18 лет этим занимаюсь, то есть, и рубил я и так, и сяк, и бил я топором там, и по-всякому там, собственно, как бы глубокий смысл каких-то там ударов, которые, я не знаю, какой он удар, там ждал. Ну, в основном, я хотел еще добавить по поводу этого момента еще, многие раны, в основном, идут на ноги, больше части, где открыто, и уже потом идет добивание, то есть, голова и, ну, все части, в основном, ну, старались, как бы, поразить более незащищенные части тела, а это страдали всегда ноги. Так весь и смысл был показать, что для того, человек одевал доспех, чтобы его было тяжело убить, и как показал практик, его, да, тяжело убить, мечом очень тяжело, топором проще, потому что не столько он пробивает доспех, сколько он наносит внутренние повреждения, то есть, под доспехом. Допустим, чем тяжелее или меньше площадь удара, тем эффект может быть лучше. Если человеку просто сикануть мечом, еще раз говорю, ребята, не надо забывать, что это в фильме хорошо, когда главный герой рубанул налево, направо, третьего проткнул, все это здорово, но не надо забывать, что вот я вам говорил, как человек, многократно побывавший в драках, вот в этих бугуртах, и не надо там думать, что это все игра. Там может быть она игра, никто никого убивать не собирается, но силы ты тратишь там совсем по-взрослому. Поэтому 5 минут в первом ряду, активной рубки, вот активной рубки, и все, у меня язык на плечо. Я не видел там богатырей, которые могут в первой линии сражаться бесконечно долго там. Все равно, либо человек устает, его надо поменять, либо его прихлопнут там. Не надо забывать, что оружие тупится, не надо забывать, что он накапливается. Это вялого человека можно зарубить и зловчиться куда. Когда выходят два одинаковых бойца, одоспешенных и с равным количеством сил, то поначалу идет тупая вот эта рубка друг другу, кто кого выведет из строя, именно измочалит. А уже потом, да, кому-то там стрела пролетела, кого-то с улицы, где-то еще, правильно, борода заметил, что существует статистика по тому же, по захоронениям там, как бы, где показано то, что у человека первоначальная рана, самая основная, это нога опорная, которая, как правило, не защищалась, и поэтому подрубил опорную ногу, человек упал, а там даже его и добивать не надо. Его просто могут затоптать. Еще раз говорю, на той же битве мечей у нас была одна из схваток, которую просто банально маршал остановили, потому что промеж двух строев было навалено тело, высотой почти по грудь и расстоянием приблизительно друг от друга, ну, 3 метра. То есть, вот такой вал тела лежал. Да, получается, ни один строй не доставал в другой, ни тот не дотягивался. Мы просто стояли вот это посреди кучи тела, и кто пытался атаковать через эту кучу, бежал. Берсеркеры вот эти, вот они прямо там же оставались. Там же оставались, их просто банально подкалывали копьями, они падали, спотыкались на этих шевелящих телах, их тут банально добивали и все. И так вот это и в реалии случалось. Только еще хуже. Там все было в крови, в кишках, и люди там, по крайней мере, мы-то, ну, конечно, не убиваем друг друга стрелами на глушняк, и с улицы не метаем в лицо, в третий ряд, когда его не видят. А в реалии там еще хуже все было. Поэтому, как бы, соответственно... Да, да, да. Именно вот так и выглядит, что нельзя человека, как в фильме, налево рубанул, у него прям в доспехе его прям располовинил, направо ему отсек что-нибудь от тела, другого прям проткнул, а вот не выходит. Не протыкаются ребята на железе. И убиваются они не с первого далеко раза, да. Только в незащищенную часть. А в третьей битве вообще не дождались. И именно поэтому человека доспешенный, профессиональный воин мог разогнать, ну, не скажу, что бесконечное количество там крестьян там. Но, по крайней мере, там для, там, 10-20 доспешных воинов там разогнать толпу в 50 человек, это не составляло ни, ну, естественно, малоподготовленную и неодоспешенную. Это не составляло никакого труда. Потому что не каждый удар далеко даже по доспешенному человеку, да. А если тебя камнями закидают? Это очень сложно. Это очень сложно. Потому что это не камнеметное орудие, которое в тебя кидает. Булыжник, оружие, паралитария. Да, булыжник, оружие. Вот ламеллярный доспех-то, да, больно, понимаешь, но это не смертельно. Ну, ты представляешь, 50 человек кинул по кирпичику. А для чего щиты? Прегородился. Мы сейчас поговорим не о том. Мы говорим о том, что человека в доспехе нужно изловчиться и убить в незащищенное желательно место, или когда он уже ослаб, или еще каким-либо образом. А без доспешенного человека любой удар мяча, то порой без разницы чего, это фактически смерть. Еще раз говорю, это не Голливуд. Человека ранили, кровь побежала, начала потери крови, обессили. Человек упал под ноги, ее и добивать не будут. Затопчет просто банально. Я сам много-много-много раз падал, храбрым героем подскальзив на трупах, или как-то, и мне просто не давали подняться. На говне? Да, смерть была совершенно бесславная, абсолютно. И были случаи, когда людей заваливали так, телами, естественно, сверху, что потом они теряли сознание, приходилось быстро растаскивать. То есть, в реале все было гораздо круче. Задыхаясь в поту. Да, поэтому, конечно, вот это, я не знаю, какие там удары специализированные для керассы, там, для чего-то, все это, конечно, может быть, он больше специалистов. Не спорю. Может быть, но мы как бы даем краткий комментарий. Ну, я бил так, как бил. Я понял. Как умел. Мы даем краткий комментарий, минут на 40-50. Очень коротко все, в принципе, сжато, емко. Ну, это стоит того. Значит, пишет тебе Дархан, или Даран, как правильно, я не знаю. Даст Архан, вот это будет хорошо. Доспехи неправильно собрали. Нахлест от середины должен идти в разные стороны. То есть, он подозревает, наверное, сборку в центре идут пластина широкая, и от нее идет вправо и влево. Как, в принципе, должно собираться, наверное. Я понимаю, вот, наверное, надо пишет. Да, именно сборку висби, да, она так и выглядит, совершенно верно. А ты неправильно собрал. Да, но дело заключается в том, что доспехов-то много, и они спобраны по-разному. Основной, конечно, принцип пластины идут вверх. То есть, для того, чтобы удар наносился, если, допустим, о доспешный всадник, что гораздо чаще встречается. То есть, удар любого оружия, который идет снизу, он просто скользит по пластинам вверх. Ну, в принципе, ламеляр для этого был. Допустим, доспех висби, скорее всего, да. Он вполне мог быть пехотным доспехом. Здесь все очень разные. Я серьезно говорю, что разные точки зрения, как бы, несколько групп, достаточно серьезных, как бы, изучающих этот вопрос. И у всех, в общем, где-то сходятся мнения, где-то расходятся. Одни говорят одно, другое. Все достаточно авторитетные люди. Поэтому мы заморачиваться на этот момент не будем. Потому что, ну, как бы... Да уже сколько времени-то прошло? Нет, утверждать на то, что это вот правильно, это правильно. Мы просто, как бы, смысл того, что, ну, пластины, которые идут слева направо, показывают, то есть, вот с этой стороны на эту, имеют смысл в том смысле, что здесь у нас щип... Подожди, как ты сказал. Имеет смысл в том смысле. Да, в том смысле. Это глубочайшее. Да, в том смысле, что здесь... В том смысле, что смысл непонятен. На левой руке у тебя щит, соответственно, правая у тебя ударная рука. И любой удар, который... Ты открываешь, когда... Да, и любой удар, который тебе наносит с этой стороны, соответственно, он по пластинам начинает скользить. Ну, то есть, как чешуя. Совершенно верно, да. Совершенно верно, да. Да, потому что открывается человек. Идет сводится на него. То есть, принцип соскальзывания. Потому что, если сделать наоборот, допустим, под ударную руку, то тебе просто засунут копьем под пластины, и все будет в порядке. Потому что, как раз на этом показано, что некоторое оружие, которое попадает, оно, собственно, не пробивает пластины, как таковые. Ну, за счет вот этого расслабленного ремешков, которые со временем расходятся, да. То есть, их постоянно надо подтягивать, чтобы он в порядке был. Они начинают немножко расходиться, и там умудрялись даже вот одна из улиц воткнулась именно за счет того, что она нашла вот этот момент прослабленный, а силы удара она не пробила. Она раздвинула лосину, что удивительно. То есть, фактически, да, это может быть вполне себе. Поэтому, как бы, вот, если с точки зрения брать совершенно правильные сборки в Висбю, то да, да, здесь был, но мы не утверждали, что это, как бы, доспех в Висбю. Сто процентное, да, там шоу. Мы вообще, как бы, используем принцип сборки пластин, а их, извините меня, и влево, и вправо, и вверх, и вниз, они есть всякие. То есть, как один из вариантов. Понятно, попытался отмазаться, но ничего не получилось. Ладно. А я считаю, все там нормально. Переходим к следующему комментарию. Все, оставляем это в прошлом. Видео уже давным-давно вышло. В принципе... Ну, вдруг только заинтересуют вас. Конечно, заинтересуются все. Будут смотреть. Я наберу тысячу миллион просмотров, и ты будешь в тренде. Значит, это не зрубка в Викнаследии. Ты заткнешься сегодня или нет, а? Ты зачем пришел? Работай и не работай. Идите. Я слушаю. Неситесь. Тогда молчи. Зеркала наверх. У вас. Ну, у вас... Тысячу извинений. Простите за наш французский. Ну, немножко как бы... Так, значит, следующий комментарий пишет Рифер Таликс. Один с месяцев назад написал... Что ж они такие замороченные-то? Ну, понимаешь, люди креативят. Почему бы нет? Вывод неправильный. Вот я, воевода храма. Нормально. А тут Рифер Таликс. Понимаешь, Рифер Таликс. Просто и со вкусом. Ну, ты что, имеет право? Дальше что? Просто и со вкусом. Значит, пишет он следующее. Вывод неправильный. Как раз ламелляр более уязвим, чем цельная кираса. Я, конечно, тут ставлю свои пять копеек. В плане того, что, дружок, ты перепутал немного эпохи. Ты, как понимаешь, берешь поздно и познятину, и вставляешь ее в ронятину. Мы берем конкретную примерную эпоху. В тот момент мы тестировали доспех, да, 9-го, там, 11-го века. Ну, как Висбев, там, подтверждается, что он и 13-й вроде века, да? Ну, скорее он 13-го века, чем что-то, либо другое. Ну, да, вот, как бы, кираса, какое-то сравнение чуть некорректное. Ну, сейчас попытается воевода что-то объяснить, я не знаю, он уже третий час пытается ставить свое. Ну, давай. Нет, ну, как бы, с этой точки зрения правильно. Вообще-то мы, как бы, тестировали то, в чем мы воюем, на десятку и плюс-минус там, да? Потому что, как бы, ну, скажем так, принцип лавильярного доспеха, он известен со времен, там, египетских. Потому что есть фрески, где четко видно, что там фараон, там, весь красивый, там, как бы, и конкретно, да. Чешуйчатые доспехи лавильярные уже тогда во все, как бы, присутствовали. Ну, естественно, опять же, на богатых войнах, там, фараон а-ля приближенный круг. Вот, естественно, только металл, конечно, там был, был, как правило, это бронза, медь, там, ну, позолоченная. Больше мягкий. Ну, бронза, я бы не сказал, что совсем мягкий. Просто у нас, как бы, железо, там была бронза. Ну, сам принцип рыбы чеши, он известен, о-о-о, там, с какого века. Вот, поэтому, как бы, мы на десятку именно использовали, там, цельных, допустим, как бы, ну, прям, совершенно, вот, как, допустим, тоже доспеха из визбюка, из визбюка, который, он, 13 веком датируется. Вот, а вот, допустим, на десятку, там, вот, цельного такого доспеха не найдено ни одного. Ну, зато найдено огромное количество различных пластин, различных конфигураций, каких-то кусочков. То есть, это вполне допускаем, что такой доспех существовал в разных вариациях, опять же, там, скажем, вот. Поэтому, естественно, мы его тестировали. То, что, подразумевается, крепче ли, допустим, ламелляр, чем кераса, да. Ну, здесь, опять же, надо понимать, что противостояние защитного доспеха, защитного доспеха, всегда противостояло, как бы, вот, две инженерных, скажем так, работали мысли на протяжении всей истории человечества. Значит, защитное вооружение и вооружение, которое пробивает эту защиту. Соответственно, усовершенствовала защита, в ответ на нее приходило специализированное вооружение. На это специализированное вооружение, естественно, придумалось что-то еще. Допустим, ну, прямо скажем, допустим, когда появились более цельные доспехи на том же рыцарстве, там, те же керасы, то, собственно говоря, опять же, не будем пользоваться штампами киношными, а посмотрим, что в реалии, там, на тех же фресках, описаниях, количество вооружения, и мы увидим, что там нормально шестоперы, клевцы, различного вида буздыганы, то есть, булавы, там, то есть, там, топоры клевцового вида, то есть, это все узкое, все это по принципу молотка спробивает, ну, понимаете, да, что такое шестопер. Дырочки. То есть, да, то есть, либо били клевцом, который просто делал четырехранную дырку, нашему, в этом керасе, потому что, в данном случае, если посмотреть, то керасу пробить легче клевцовым топором, допустим, чем ламеляр. Ламеляр, он гибкий, да, он выбил пластины, но, собственно, может быть, даже сломал ребро, может быть, отшиб там что-то, там, может быть, но человек, в принципе, может еще и жив, это не надо забывать, что, может быть, под ним поддоспешник, может быть, хорошая мышечная такая пластина в районе грудной клетки, да, можно ушибить, но и не убить. А вот, допустим, керасу он прошивает намного эффективнее, чем ламель. Это раз, как бы, по керасе. Опять же, не надо забывать, что такое кераса. Кераса на протяжении всей истории всплывала в тех или иных вариантах. Допустим, греки ее носили, там, римляне разные, там, виды, там, анатомические керасы. То есть, она в истории достаточно известна широко, но время от времени, почему-то, если бы она была панацеей, как говорят, что-то она лучше защищает, ни в коем разе не лучше. Все надо понимать, что для чего используется. Допустим, для конника кераса это очень плохо. Она не позволяет ему рубить налево-направо, потому что коннику важна подвижность. Потому что рыцари, в основном, если уж, я не сильный специалист, да, ну, насколько я понимаю, они чем слали? Старанным ударом, и потом понеслась. То есть, давили жестокой массой. Соответственно, допустим, как бы, принцип конника восточного, это более подвижный. То есть, его рубка, он вертится, он стреляет, то для него, конечно, кераса это более жесткий вариант, который ограничит в его тактических схемах. То есть, ни с лука пострелять нехорошо, ни налево-направо ударить, чем они славились, ни быстро свалить, ни быстро наскочить. Допустим, давайте не забывать, опять же, там, знаменитые крестовые походы, где как раз принцип рыцарских доспехов, ну, пусть ранний, да, столкнулся там с более, там, продвинутой восточной, как бы, системой вооружения, там, ну, защитной, которая как раз и заключалась в основном, в большей части тоже. Вот именно ламери, всякие разные, там, подобные. И, скажем так, сарацин это назвездили, там, рыцарем неоднократно, там. Ну, вот, может быть, как раз его... Тут два разных подхода. Александр Бугага тебе и написал. Вот, бюджетная шведская подделка. Нормальный ламиллярник, хазарского, типа, так не пробьешь. Так и крепление, и нахлёст куда более надёжный. А это дуршлаг, нерадивых соседей попинать. Понял? Ну, вот, типа, вот тебе в сравнении. Ну, давайте, значит, исходить из того, что, собственно, как бы, варианты сбора пластин, сами по себе, они, скажем так, прямо, они более, как бы, надуманы нами, чем они найдены в реалии. Потому что, фактически, все ремни сгнили. Я не утверждаю там про Висби, он вроде как цельный лежит, да. Но очень мало есть вариантов, которые вот можно вот взять, да, вот в исторической реальности. Откопали там, а там вот прям, вот прям, шнурки тебе, пожалуйста. Которые показаны, как они в какие дырочки зашли. Потому что есть пластины, у которых 8 дырок, а есть пластины, у которых 12. Нет, подожди, ты же не знаешь. А есть 16. А может быть, где-то и есть вот где-то в музее. Или там, например, у чёрных копателей есть такой артефакт. Ну, по крайней мере, реальность составляет то, что всё, что найдено, железо более-менее сохранилось, а кожа, увы, развалилась. И нам остаётся только догадываться, как они крепились. Возможно так, возможно и так. Ну, вот как-то реконструкторы вот взяли вот такую тему, да, и начали, ну, где-то приблизительно собирать так, как она в бою себя показывает и не рассыпается, скажем так. То есть мы реконструктор надеваем, ходим не один год в этом деле, ходим постоянно в бой, получаем удары, и вроде как она позволяет вот эти все удары как-то компенсировать. Да, время от времени рвутся ремешки, мы их там что-то связываем. Я тоже, у меня есть подозрение, что, допустим, если связать не одним ремнём, вот... Ну, как красиво обычно делать. Да, всё красиво. Как одним ремнём связать всё это делал там, да, там. Потом следующую, потом между них соединить одним длинным ремнём. Красиво, более-менее надёжно. Опять же, как показал удар мячом по всей площади, с протягом, он на всём, как бы, грудном вот этом отделе. Он перерубил два маленьких ремешочка, собственно, для пластины, которая в восьми местах крепится фактически, это ни о чём вообще. То есть живучесть её позволяет. Но, я согласен с чем-то вот с этим товарищем. Если каждую пластину связать отдельным ремнём, с отдельным узлом, то, естественно, её там живучесть увеличивается многократно. Было ли это так? Трудно сказать. Ещё раз говорю, ничего не найдено, чтобы можно вот так перевернуть было, посмотреть. Ну, по крайней мере, то, что вот как бы известно. Да, скорее всего, отдельными ремешками, если связать тоненькими, тем более дырочки иногда бывают совершенно тоненькие. Может быть, там суровой ниткой вязалась там, не обязательно ремнями. Или жилами, да? С жилами, может быть, кожа специальной обработки, потому что огромное количество технологий обработки кожи просто утеряно по факту того, что она перестала быть востребованной. Поэтому совершенно верно, что может быть связано так, может быть иначе, может быть так. Претензии о том, как он там пишет, что у вас восточное это что там? Бюджетно-шведская подделка. Нормальный ламилярник хазарского типа так не пробьёшь. Там и крепление, и нахлёст куда более надёжный. А это, друшлах, нерадивых соседей попинать. Ну, скажем так, как бы более надёжно, это такой вопрос сомнительный. Скорее всего, все вот эти вот ламилярники, они и пришли с Востока, наверное, больше состепленных народов. Нет, ну, ещё раз говорю, там ламилярники известны в Египте, понимаете, за 3000 лет до нашей эры. Поэтому они с Востока точно не пришли. Как фактически. Просто как бы не надо забывать, что везде как бы есть такой момент с железом. Потому что все забывают. Это не сейчас. Это было тогда. А тогда же железом было очень дефицитно. Отковать какую-то пластину шириной там во весь этот самый корпус, как вот там в предыдущем вопросе, было гораздо геморройнее, чем наклепать маленьких пластиночек, потом их соединить. Потому что с железом было очень плохо. Очень плохо везде. Это у нас, опять же, образ создаётся того, что вот в кино, там, в домино. А если посмотреть просто обычную российскую хронику, там, 19-го века, там, 18-й год, какую-нибудь деревню взять среднестатистическую. Если бы на всю деревню там был топор, там, коса, ну и плюс ещё там ножики обычные, ну, в хозяйстве, которые без них никуда. Грабли. Да. Нет, какие грабли. Грабли. Всё было деревянное. Нет, грабить. Грабить там было всё деревянное. Я ещё раз говорю. Топор, ножик в доме, если это очень хорошо, если топор железный. Если пила, ну, прям совсем хорошо. А граблики уже всё остальное, там, извините, вот серб, да. Там всё с металлом было совсем плохо. Это раз. Во-вторых, опять же, там, восточное лучше сделано. Ну, скажем так, я не вижу там, как бы, каких-то превосходств. Потому что на восточные мы тоже варианты насмотрелись по-всякому, по-разному. Да, там есть разные крепления, по-разному закрыты ремни, там, по-разному они собраны. Но я не скажу, что там, допустим, в избе, там, это какая-то дешёвая шведская подделка. Извините меня, ребята, нахрен. Как показала практика, эту дешёвую шведскую подделку трудно пробить. Я вообще считаю, что, как бы, вот, пронзание, там, мечом, там, человека через доспех, там, даже через кольчёвый, это так вот, прям, вот, сильно, так вот, голливудский, там, вот, там, да, вот, стрела пробить может. Копьё, да, таранный удар. Почему перешли на таранный удар? Потому что таранный удар копьём позволяет человека пробить в доспехе. Именно потому, что... Да даже и нанести ему тяжёлые увечья, да? Скорость, да, скорость коня, плюс вес, плюс всё это место, плюс человек, который стоит на ногах, это достаточно для того, чтобы пробить доспех, убить человека просто банально. Вот. Всё, что меньше по скорости и по силе удара, всё это, как бы, человек сохраняет жизнь. Поэтому, как бы, трудно что-либо сказать, это хуже, это лучше. Это всё проверяется, собственно, когда вот сходятся два войска и начинают друг друга убивать. Вот. Всё остальное, это только наше умозрение. Но, опять же, ещё раз говорю, мы практики. Когда выходишь сбиться с человеком, там, если на нём ламеляр из визби, там, а на другом восточный, бывает мультифестивали, где сходятся, вот, собственно... Чисто поколбаситься, поржать, поржать. Да, да, и показывают, что человек, там, понимаешь, в доспехе, это всё, опять же, от его тренированности, от его умения, от того, как это на нём сидит, от того, как это по размеру, там, всё. Потому что и в реалии люди сходились, там, грубо говоря, там, как бы, городское ополчение, у которого, там, шлемик, там, ну, дай бог, там, стягачок. Пять на пять. Топорик, да, там, щитик, понимаешь, а на него вывалился вот боец, который упакован, там, и что будешь делать? Там же ему не рассказывают, что, ну, ты извини, у тебя, да, вот я шведская подделка, у меня вот тут стягач, там, понимаешь, а вот у моего друга, там, это, с Востока притащили ему, да, ты, да, давай с ним посражайся, а я, как бы, постою там, потому что, ну, как бы, не подхожу, не подхожу просто по одеянию, да, вот. Поэтому, как бы, вот это всё тоже умозрительное заявление, это лучше, это хуже. Мы можем только рассматривать, как целый комплекс доспеха, что позволяет делать, допустим, тот же ламелляр, и что позволяет делать чешуя, что позволяет бойцу делать кольчуга, и что позволяет делать, допустим, там, панцирь ему, там, допустим, да, там, глухой, понимаешь, что это ему позволяет сделать, да, и от чего он защитит лучше в данный конкретный момент. Потому что, ну, собственно, ещё раз говорю, зона поражения рука, нога, открытые части тела, лицо, в морду сунут на... Ну, шея, там, подмышка. Шея, совершенно верно, да. Колбасить по панциру, именно потому люди его и надевали, чтобы себя защитить по максимуму. Подмышка, подкошка. Совершенно верно. Или человек устал, или человек получил какую-то рану, начинает ослабевать, истекать кровью, или его просто стукнули очень сильно и больно, или с ног сбили. Вот тут Вячеславу непонятно, он написал год назад, вот, данный краш-тест необходимо проводить в тех же условиях, ну, на висячем бревне, видишь, тебе все склоняются, чтобы надо, вот, в следующий раз, когда мы что-то будем делать, мы обязательно учтём вот эти вот требования и... Подожди. Я сейчас говорю. Вот. И учтём все требования и попробуем, ну, попробуем хотя бы смоделировать это в таком вот, более, в нормальном ракурсе, чтобы не было таких вот комментариев. Не забывай, я тебя сразу перебью. Перебью я тебя. Ну, ну, вафли, ребята, ну, что такое висячий бревне? Ну, ещё раз говорю. Вот. А он и говорит, так как воин, не дерево, стоять ровненько не будет. Да, да. Когда его рубить будут? Да. Но это не вафли. Вот человек правильно говорит. Ещё раз говорю, это вафли. Вячеслав, ты прав. По-одно, Вячеслав, ты не прав. Здесь есть одно большое но. Ну, как вы не поймёте, что дерево, которое висит за верёвку, подвешенное сверху, а человек стоит на ногах внизу, его не подвесили за шею. У него совсем другой центр тяжести. Бревно, которое висит, оно колебается от того, что у него низняя часть более свободна. Ну, это так закон физики придумал, закон маятника. Поэтому любой удар, естественно, будет откачивать что? Низ. Низ, прежде всего. Какой бы он ни был, прежде всего пойдёт. А у человека совершенно наоборот. Анатомически, да? Анатомически, собственно, так, что человек стоит на двух ногах, а не висит подвешенный за шею на верёвке. Продолжение следует...